В Уральске на сегодняшний день функционируют 14 электрических подстанций. Они обеспечивают город и пригородные поселки электроэнергии. Срок эксплуатации оборудования на одной такой подстанции составляет 25 лет, но многие из них давно отработали свой нормативный срок службы. Изношенность оборудования на подстанциях города сейчас является одной из основных проблем АО «Запказрек». Для их решения существует инвестиционная программа, которая создается на 4 года. Последняя была разработана в 2016 году. За эти годы на модернизацию оборудования потрачено 1,6 миллиарда тенге. Пригородная подстанция является одной из самых старых в Уральске. Оборудование здесь давно устарело, однако в рамках инвестиционной программы здесь был установлен вакуумный выключатель. Стоимость одного такого выключателя составляет 16 миллионов тенге. Вакуумный выключатель не только намного эффективнее, но они также исключают человеческий фактор. Оборудование полностью автоматизировано, не требует постоянных настроек. За эти годы было установлено 18 таких вакуумных выключателей. В связи с ростом населения и активно развивающихся новых микрорайонов, в том числе и в поселке Зачиганск, недавно была введена в эксплуатацию новая подстанция, которая бесперебойно обеспечивает микрорайон электроэнергией. Сейчас идет строительство, то есть идет проект новой подстанции, это ПДП Акжаик. Вчера мы только как раз эти проектировщики были в Уральске, мы сидели с ними, алматинцы, и говорили, что нужно для нашего города, для нашего региона, и какая современная аппаратура, чтобы все это было автоматика, отрабатывала и передавала информацию, стекала с центральной диспетчерской службы. А вот что касается ремонта старого оборудования, то здесь есть свои трудности. К примеру, пригородная подстанция была введена в эксплуатацию 44 года назад. Срок службы оборудования должен составлять 25 лет, но несмотря на это она все еще работает. Специалисты говорят, что необходимо вовремя проводить ремонтные работы и не перегружать, и без того устаревшее оборудование. Запчасти, честно говоря, мы где-то, может быть, из старого оборудования где-то изыскиваем, где-то, ну, придумаем, что уж тебе, не знаю, как-то обходимся. Потом даже есть часть оборудования, которая уже снята с производства, и его вообще не выпускают. А потом, если выпускают, это где-то далеко в России, там, тяжелый вопрос. Антимонопольный департамент ежегодно, согласно плану проверки, выезжает к монополистам, чтобы узнать, на что конкретно были потрачены инвестиции. Кроме того, был обсужден вопрос повышения тарифа на электроэнергию. Утверждена инвестиционная программа на общую сумму 1,6 млрд тинге. В частности, в 2020 год предусмотрено выполнение и исполнение мероприятий на сумму 439 млн тинге. Сейчас мы увидим, какие работы выполнены в рамках данной инвестиционной программы. Я хотела бы отметить, что в настоящее время представленные заявки субъекта мистерства монополии находятся на стадии рассмотрения. И говорить о повышении тарифов с Нового года очень рано, так как данные материалы проводят анализ. И каждый обосновывающий материал департаментом рассматривается в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В итоге результаты о повышении тарифов в антимонопольном департаменте озвучат в конце ноября текущего года.